Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финнам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о будущем российской пенсионной системы. Уверен, что подавляющему большинству наших слушателей эта тема заинтересует, и даже не только тех, кому больше 16 лет, кому меньше 16 лет, кому 16 лет до пенсии. В общем, тема действительно достаточно любопытная, и поэтому я хочу вас предупредить, уважаемые слушатели, у вас есть возможность задавать сегодня вопросы. Звоните. Телефон студии 6510-99-6, сайт компании финнам.фм. Звоните, пишите, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Сегодня в гостях представляю с удовольствием сегодняшних гостей. Это Федор Наумов, начальник аналитического отдела управляющей компании «Капитал». Добрый вечер, Федя. Здравствуйте. И Дмитрий Александров, президент Национальной лиги управляющих. Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. Ну, за эфиром вы уже поделились со мной настроениями, теперь для слушателей настроения, какие у вас боевые. Правильно я понимаю? Да. Боевые. Хорошие боевые настроения. Это нормально. Это нормально. Ну что ж, значит, прежде чем мы начнем, традиционно посмотрим на то, что делается на финансовых рынках. Дело в том, что в Москве уже 18.06. И я сейчас, да, нарисую картину маслом. Индекс S&P 500. И сейчас торгуется с позитивом. 1458. Текущая его котировка. Нефть отрастает после вчерашнего падения. Индекс РТС. 1476. Но сегодня снижается так умеренно. И индекс НТС, и индекс ММВБ. Доллар-рубль. Рубль, по крайней мере, да, сейчас растет против доллара. 31. В районе 31 находится. Золото сделал вчера рывок в районе, значит, под отметку 1800. Сейчас немножко снижает. 1790. Ну, и индикаторы рынка валютного евро-доллар прибавляет в моменте. Кстати, да, я напомню, некоторое время назад, сегодня, точнее, да, некоторое время назад происходили важные события. Ну, в частности, комитет по ставкам Европейского центрального банка оставил ставку без изменений, но выступал господин Драги. И, видимо, его выступление привнесло некого оптимизма. Вот сейчас мы видим результат этого выступления. Все пока умеренно подрастает. Ну, и славненько. Ну, и славненько. Значит, я буду по мере возможности посматривать на то, что происходит на финансовых рынках, а теперь давайте начнем разговор по теме. Итак, еще раз напомню, сегодня говорим о российской пенсионной системе, рисуем ее будущее. Кстати, будущее какое? Радужное, фея, будущее у российской пенсионной системы. Как и у всей нашей Родины, все будет хорошо. Молодец. Молодец, Дима, ты согласен, я надеюсь. Относительно. Относительно, ну, ладно. Я колебался, но вместе с линией партии. Все хорошее относительно. Все хорошее, да, да, да. Хорошее когда-то заканчивается, а потом начинается лучшее. Да. Хорошо, прежде чем мы будем говорить о будущем, давайте поговорим о настоящем. Собственно, что происходит, и даже если позволите, я, так сказать, на уровне первоклашки. Как вообще устроена российская пенсионная система? Есть у нее ключевые отличия от мировых аналогов? Или она наверняка может повторять какую-то другую пенсионную систему? Как? Откуда деньги-то, Федя? Как мы начнем? Наверное, мы поделим ее. Она у нас большая, мы по частям будем про нее рассказывать. Хорошо. Вот. Ну, соответственно, российская пенсионная система, грубо говоря, состоит из... Ну, это называется, обычно это колоннами называют, из трех колонн. Вот. Есть колонна классическая из советского прошлого, которая, наверное, есть практически в любой стране мира. Называется солидарная пенсионная система. По-английски она называется pay as you go. То есть работает, пока кто-то в эту систему платит денежку. Соответственно, устроена она по принципу, работник сегодня делает взнос. Этот взнос превращается сразу в пенсию текущему пенсионеру. То есть, соответственно, что заставляет работника сделать взнос? Это взнос государства, который, во-первых, как бы может его принудить. Во-вторых, соответственно, обещая ему, что с его, грубо говоря, детей и внуков, оно потом ему тоже востребует пенсию. Ну и потом, может, взывание к совести здесь нет? Не имеет значения? Ну, наверное, и к совести тоже есть, да. В конечном итоге, ну, так, посредственно, ты содержишь своих родителей. Ну, знаете, как говорится, вы взываете совесть и обещая, что потом тебе тоже заплатят. Да-да-да, от твоей совести. Поэтому здесь это может быть достаточно меркатильное, взвание к совести. Соответственно, такая пенсионная, такая колонна есть, ну, в большинстве развитых стран мира. Я даже, наверное, не смогу вспомнить ни одну развитую страну мира, в которой нет этой колонны. Ну, вот Китай, наверное, ну, это, наверное, развивающаяся страна. Там она существует в каком-то своем искаженном виде, но я не специалист по китайской пенсионной системе. Китай и Индия. То есть половина человечества эту пенсионную систему не имеет вообще. Всего лишь Китай, Индия, и половина человечества. Я знаю, что там для партийцев она там. Миллиарды человек и все там. А все остальные, оставшиеся три имеют. А ты знаток, я так понимаю, да, китайской и индийской пенсионной системы? Нет, мы просто изучали в целом пенсионную систему. И когда говорят там про деньги, что вот Китай инвестирует в средства и прочее, надо понимать, что в Китае нет пенсии. Поэтому рост Китая, вы представьте себе, что это 10% ВВП страны, которая у нас идет на выплату пенсии. Эти 10% в Китае идут в дороги, асфальт, инвестиции. Поэтому Китай, естественно, может развиваться намного быстрее. Себе позовут. Дим, извини, пожалуйста, да, ну, очень интересно. Если можно, мы об этом чуть позже поподробнее поговорим. Да, я быстро-то расскажу. Соответственно, взносы в эту систему принудительные. Вот, если вы работаете на формальной работе, получаете белую зарплату, то с вас возьмут, если вы родились до, соответственно, 67-го года, то, соответственно, вы будете платить в нее 22%, если своей зарплаты до налогов. Вот, соответственно, ну, работодатель, вы даже этого не замечаете, работодатель делает за вас. Вот, соответственно, если вы родились после 67-го года, то, соответственно, в эту систему попадает 16% от вашей зарплаты. Оставшиеся 6, 22 минус 16, идут во вторую колонну, которая есть только для вас, для тех, кто родился после 67-го года. Извините, это очень важно мне лично. А кто родился в 67-м году? Они с теми, кто после, если я правильно помню. Да, да, да. И после 67-го года. У вас есть пенсионное накопление. Кстати, они есть даже тех, кто родился до 67-го года. Они у них были некоторое непродолжительное время и не представляют из себя материальной суммы. Вот, соответственно... Вторая колонна. Вторая колонна — это так называемая накопительная пенсионная система. Она есть в очень большом количестве стран развитых мира. Мы не говорим про Китай и про Индию, про развитые страны, но не везде. То есть, грубо говоря, из стран ОСР, по-моему, в половине приблизительно есть эта история, в половине приблизительно нет. Соответственно, устроена она по следующему принципу. С вас тоже принудительно забирают эти 6 дополнительных процентов. Ну, не дополнительных, а вместо полных 22 с вас берут 16 солидарную в первую колонну. И 6 берут в накопительную часть. Работодатель тоже берет. Да, но работодатель посредником здесь в некотором смысле выступает. Дальше эти деньги попадают... Это ваши уже, на ваш личный счет. Они не являются вашей частной собственностью. Вы не можете их затребовать в любой момент. Здесь есть некая юридическая коллизия, которую я не смогу, наверное, как юрист прокомментировать. Но, грубо говоря, это деньги вроде как на вашем личном счете, но в то же время не ваши, и вы их не можете забрать досрочно. Вот. Соответственно, эти деньги по умолчанию попадают в Пенсионный фонд Российской Федерации, естественно, который их по умолчанию передает под управление Внешэкономбанку. Ну, государственную управляющую компанию, функции которой выполняет Внешэкономбанк. Вот. Если вы напишите заявление, в котором скажете, что я не хочу, например, работать с ВЭБом, а хочу, чтобы... То есть с государственной управляющей компанией. Да. Но хочу работать с ПФРом, как бы, то можете выбрать частную управляющую компанию, которая будет, грубо говоря, ПФР есть даст в доверительное управление ваше накопление. Вот. Соответственно, есть еще одна история. Вы можете сказать, что вы и с ПФРом не хотите дело иметь. ПФР — это пенсионный фонд Российской Федерации. Тогда ваша накопительная компонента уйдет в тот негосударственный пенсионный фонд, который вы выберете. А негосударственный пенсионный фонд уже их передаст в доверительное управление той управляющей компании или группе управляющей компании, с которыми у него настроены отношения. Да. Вот. Это, соответственно, про вторую систему. Вот. Есть еще и третий столб, который называется формально пенсионной системой. Это то, что этот столб, он не является частью государственной пенсионной системы. он, третий столб, является частью частной пенсионной системы. Это добровольные взносы вашей лично или вашего работодателя за вас, которые не вычитают с налогов с вашего согласия. Ну, это может быть некая корпоративная программа просто в компании, да, которые уходят в негосударственный пенсионный фонд. Обычно это негосударственный пенсионный фонд. Но если вы работаете в Газпроме, это негосударственный пенсионный фонд Газфонд. Если вы работаете в Лукоиле, это негосударственный пенсионный фонд Лукоил-Каран. Хорошие, кстати, варианты. Если вы работаете... Если вы РЖД, то негосударственный пенсионный фонд Я это специально говорю, потому что такие программы существуют только у больших компаний, у которых, конечно, работает много людей, но, тем не менее, конечно, это покрывает относительно небольшую часть населения. Соответственно, эти деньги тоже передаются в доверительное управление управляющих компаний или пенсионные фонды, их сами инвестируют. Вот как бы коротко, как это выглядит. Ты замечательно изложил и уложился в первую часть. Сейчас мы слушаем новости, а потом в деталях. Молодец, молодец. Захватил чужое время. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем на Финам-Фе программу «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня рисуем с вами, рисуем сегодня будущее российской, прекрасное будущее, как, собственно, уже мои гости сегодня произнесли, прекрасное будущее российской пенсионной системы. В гостях Федор Наумов, начальный экономического отдела, управляющий компанией «Капитал» и Дмитрий Александров, президент Национальной лиги управляющих. Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Для слушателей, напоминалочка. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность позвонить в студию, задать свой вопрос, касаемый пенсионной системы Российской Федерации. Моим сегодняшним гостям. Телефон 6510996, код Москвы 495. Или сайт финам.фм. В разделе комментарии вы можете написать свой вопрос. Итак, в первой части Федор Наумов, на мой взгляд, достаточно квалифицированно, ну и как минимум кратко, да, кратенько, минут на 40, как известный персонаж, обрисовал устройство, классическое устройство пенсионной системы, российской в частности. Вы говорили о том, да, Дима, что есть некие исключения, мировые исключения, это Китай и Индия. Если можно поподробнее, потому что это интересно. Ну, на самом деле, исключений очень много. Если говорить про нашу пенсионную систему, то, к слову сказать, в Советском Союзе пенсия появилась в 64-м году. Всего лишь. Всего лишь. Да, поэтому, когда говорят про светлое советское прошлое, да, надо понимать, что у нас до 64-го года пенсии у этих людей не было, да, вот те люди, которые жили в том социалистическом месте. Поэтому в то время этой пенсии, безусловно, было легко платить, потому что, естественно, очень, 70-80-е годы это было поколение послевоенное, когда было много, когда было много людей 40-50 лет, они, естественно, работали, это послевоенное поколение. И маленькое количество пенсионеров, к сожалению, которые умерли во время Второй мировой войны, Гражданской войны, Первой и прочее, да. После этого, в конец 80-х годов, пенсии росли, и это хорошо, с одной стороны, с другой стороны, обязательства у государства были такие большие, что платить пенсии, по сути, уже было нечем. Поэтому реформы Гайдара, в том числе, и заключались в том, что, что же нам делать, давайте включим, соответственно, станок денежный, повысим инфляцию. Печатаем денег, да, поэтому люди будут получать, в принципе, такое же количество денег, но купить на них, естественно, будет меньше. После этого это длилось до 2000-х годов, и все-таки этот кризис надо было как-то завершать, да, люди, государство делает вид, что платит пенсию, да, а люди, соответственно, делают вид, что они в это верят. После этого решили посмотреть, например, в мире, что существует еще. Та распределительная часть пенсии, да, вот эта первая ступень, по сути, в мире существует для того, чтобы люди не умерли с голоду. Это и Америка, это и Европа, то есть это небольшая часть. Это некий прожиночный мир. В Германии, приведу пример, это порядка 170 евро, да, кто был в Германии, знает, что на эти деньги мало что можно купить, и жить можно, наверное, очень скромно. В Америке там порядка 600 долларов, опять же, кто знает Америку, тот понимает, что это тоже ни о чем. Что можно сделать дальше? Вторая ступень, так называемая, накопительная. Прошу прощения, Дима, я боюсь услышать этот ответ, и тем не менее, а сколько у нас это? У нас это имеется в виду... Вот эта часть у нас сколько? Ну, это имеется в виду от региона, в каком регионе живет человек. Если это Москва, то это там, не знаю, по-моему, 8-9 тысяч рублей, если это регионы, то это 4 тысяч рублей. Ну, в любом случае, это уже какой-то прожиточный минимум, да, это лучше, чем было в 2000-е годы, когда это было меньше 100 долларов, да, и прочее. Ну, ситуация такова, что к 2020 году на одного работающего человека будет приходиться как минимум один пенсионер. А если еще принять в виду безработицу, инвалидность и смертность и прочее, то на одного работающего человека будет уже приходиться больше, чем один пенсионер. Соответственно, мы не сможем уже обеспечивать наших пенсионеров достойные пенсии. Что можно сделать? Есть два варианта. Накопительная часть по латиноамериканскому образцу. В первую очередь, это так называемая чилийская модель. Это когда большое количество не очень грамотного населения, ему долго объяснять, что ему нужно делать. Проще просто с него собрать эти взносы, соответственно, собирать какое-то количество времени. А потом сказать, ребята, у вас оказывается много денег, вы можете эти деньги пустить, там, А, на образование, Б, на медицину, но самое главное, это пенсия. Подожди, а эти деньги собрали и куда-то положили, да? Куда-то положили, но если мы говорим про... Или управляющие компании при этом будут? Нет, ну, безусловно, имеется в виду, их передают управляющие компании, уже инвестируют эти средства, дальше зависит от рынка, если рынок маленький, фондовый, национальный, то еще и за границу. В той же Норвегии, да, там, они 30% только инвестируют в Норвегию, остальное за границу, потому что Норвегия, там, 5 миллионов человек, рынок фондовый маленький. И вторая модель накопительной части, это вот, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, можно привести пример, когда накопительная часть квази необязательная, когда государство не собирает, как бы, эти средства. Но есть нюанс. В любом трудовом договоре по законодательству должна быть фраза о том, что человек вступает в эту систему. И дальше вы уже, как работник, можете изъявить желание не вступать в эту систему. То есть, сначала вступил, а потом могу отказаться? Нет, ну, при приеме на работу вы подписываете контракт и вот сразу пишете дополнительные условия. Но надо говорить сразу, что во всех крупных компаниях американских, если вы отказываетесь от этого пункта, скорее всего, с вами не заключат трудовой договор. Ну, вы какой-то странный человек, вы не думаете о будущем. Не американец какой-то. Да, при том, самое интересное, что американцы, те люди, которые хотят получать все и сразу, да, 73% американцев все равно участвуют в этой системе. Ну, цифра говорит сама за себя. При этом 2% вы платите со своей зарплатой, государство вам доплачивает там в зависимости от 6-8%. Сейчас эта цифра еще больше становится, потому что, естественно, люди хотят получать большую пенсию. Соответственно, почему у нас получился сейчас вот этот кризис, так называемый, с пенсионными накоплениями? Потому что государство говорит, что у нас, в принципе, латиноамериканский вариант. При этом государство несет ответственность за эти средства. Я не слышал, например, только от тебя впервые, что у нас, оказывается, латиноамериканский вариант. Да, в принципе, это была чилийская модель. И на самом деле это абсолютно нормальный вариант, и он работает. Но надо понимать, что Россия все-таки это страна, в которой средний класс занимает уже достаточно хорошее положение. Да, это уже порядка 10-20% населения. По сравнению с Чили у нас больше, да? Больше. Среднего класса у нас больше и на качественном уровне. К слову сказать, по данным Росстата Всемирного, да, средний класс в Индии – это домохозяйство, имеющее велосипед во владении. Ну, у нас, соответственно, средний класс – это немножко другие понятия. В автомобиле. Ну, как минимум. У подъезда стоят, правда, поставить некуда, да? И теперь государство, соответственно, заявляет, что поскольку средства пенсионных накоплений квази-государственные, а вроде бы они принадлежат вам, государство вроде бы несет за них ответственность, соответственно, стоит жесткое ограничение на инвестирование этих средств. Причем это доходит, я считаю, до маразма. Мы не можем инвестировать в «Газпром», «Роснефть», «РЖД». Потому что можно инвестировать только в бумаги, входящие в список А1. А список А1 государство предлагает? А список А1 – это биржевой список, по сути, это выдвигает биржи, требования. Там корпоративное управление компанией, раскрываемость информации на сайтах, там качество, да? Ну, естественно, какие-то технические показатели. В любом случае, «Газпром» туда не попадает, потому что у них достаточно количества независимого... Там у них есть один независимый директор, нужно, чтобы их было три, да? Вот это проблема, да? И если мы посмотрим на наших коллег, там тоже норвежский пенсионный фонд или «Карпио» в Соединенных Штатах Америки, который инвестирует в том числе в Россию, как раз это будут те имитенты, куда в основном инвестируют. Первый – это везде стоит «Газпром», второй – «Сургутнефтегаз», ну и далее по спискам. Это вообще парадокс. Парадокс очень интересный, да? Мы об этом долго общались с государством. Те ребята могут в «Газпром», да? В наше все инвестировать, а мы не можем. «Газпром» – это, в принципе, первое, что приходит нам, а там и ВТБ, да? Ну, вот все, что не входит в список А1. И далее, и далее. Дальше получается ситуация, когда государство боится расширить этот список, потому что оно несет за это ответственность. По тем же облигациям оно говорит, что вот в списке А1 было только два дефолта в 2008 году, а всего было порядка двух сотен дефолтов, да? И если, соответственно, этот список был широкий, то вот вы бы поймали все дефолты. О чем мы говорим, что все-таки люди разумные, вот там мой коллега, да, то же самое, вот вполне, по-моему, разумный человек, да, и как управляющий, они тоже выбирают те активы, куда они инвестируют. Ну, кому хочешь из государства брать на себя ответственность? Вдруг он какой-то инструмент разрешит, а это станет, там, либо это будет банкротом, либо в цене сильно упадет. И на сегодняшний день получилась ситуация, когда еще из-за того, что законодательство предписывает каждый год вам обеспечивать положительный инвестдоход, а, к слову, в 2008 году это было сделать невозможно физически, потому что рынок упал там на 70 с лишним процентов, да, недвижимость, все упало в цене. Но государство говорило, нет, ребят, вот все равно вот вы должны сделать ноль и больше. Поэтому там всячески ввели темную бухгалтерию, пытались как-то нарисовать этот плюс. Ну, требование законодательства. И после этого получилась ситуация, когда никто не хочет рисковать. Понимаете, вы можете наработать на плюс 40, да, плюс 10. Но вас за это никто не похвалит. А вот если у вас будет минус 0,01, то вас за это будут сильно ругать, и, по сути, компенсировать вы будете это из своего кармана. Поэтому ситуация такова, что все участники сейчас инвестируют 90% по системе, это депозиты и госбумаги, это в корне неправильно, поэтому доходность небольшая. С другой стороны, государство говорит, так, ребят, мы вам даем деньги, что вы получали инвестдоход, инвестдохода нет, значит, вы делаете что-то неправильно. Мы говорим, коллеги, поправьте сначала что-то в консерватории, измените законодательство. Пенсионные деньги длинные деньги, их надо инвестировать в инфраструктуру, в дороги, ну, в том числе расширить список, а один надо как минимум. Ну, и вот, соответственно, получился такой спор, который государство хочет разрубить этот узел просто, да, сказать, ну, не доставайся же ты никому. Да, можем эту систему и отменить, в крайнем случае. О чем сейчас и ведется дискуссия, мы говорим о том, что на самом деле средства эти нужны, и если мы хотим построить международный финансовый центр, надо понимать, что инвесторы приходят в первую очередь к деньгам. Они не приходят в хорошую инфраструктуру. В Китае они идут не потому, что там хорошее законодательство и отличные дороги, да, в Китае они идут потому, что там можно получить какой-то доход. Если у нас не будет своего национального рынка, а любой фондовый рынок на 70% это пенсионные средства в первую очередь, то, соответственно, ни о каком ни международном финансовом центре, ни вообще фондовом рынке, и, соответственно, независимости государства говорить не о чем в данном случае. После этого мы имеем ситуацию, когда государство говорит, ну, хорошо, даем вам последний шанс, проработайте вопрос, инвестировать эти деньги в инфраструктуру, да, это дороги, железные дороги и прочее. И на фондовый рынок, да, непосредственно? На фондовый рынок, понимаете, это сложно. На фондовый рынок надо вникать, я имею в виду чиновникам, мы предлагаем создать бенчмарки, да, вы же сейчас не можете выгнать уже людей из депозитов, люди тоже вкусили эту прелесть, да, вы вложили в депозит, вы вообще не переживаете целый год. Вот в той же Америке у них в марте проходят советы фонда, они себе поставили бенчмарк, то есть планку на этот год 8% в год. Ну, представьте себе, Америка с их инфляцией, ну, пускай там 1,5% за год у них будет максимум, соответственно, 6% у них будет чистый доход. И это ставят сами участники, сами негосударственные пенсионные фонды, потому что они должны конкурировать между собой. А у нас какой смысл конкурировать, да, что-то там добиваться? Ну, получил ты свою там инфляцию плюс-минус, там плюс вроде бы у тебя какой-то есть, и ты об этом заявляешь. Главное, что тебя не тоже поощрили, а тебя не тронули. Тебя не тронули, да, вот сиди и не высовывайся, грубо говоря. Вот эта система у нас теперь касается и, соответственно, пенсионной системы. Поэтому нужно, конечно, что-то менять. Что-то менять в первую очередь, что? Это расширение инструментов инвестирования. Можно инвестировать и в дорогу, но надо понимать, что если вы инвестируете в дорогу, все равно проект должен быть ликвидный. И как в мире это происходит, на 70-80% по классике, этот проект должен быть проинвестирован, закредитован банками. Банки в данном случае берут на себя экспертизу, что проект экономически рентабельный. Если это экономически не рентабельно, по опыту Китая, тогда на первое место выходит государство, которое выступает в качестве гаранта. Дима, спасибо огромное. Сейчас мы слушаем новости, а потом обязательно продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о российской пенсионной системе. В гостях, напомню, Федор Наумов, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал», и Дмитрий Александров, президент Национальной лиги управляющих. Ну что ж, я слушаю вас с интересом, и Федора, и Дмитрия. И, по крайней мере, для себя рисую картину маслом, поскольку не являюсь специалистом в этой области. Мне понятно, как минимум, как работает пенсионная система. Некая модель. Модель такая, модель сякая. У нас тоже, я так понимаю, пенсионная система основана на какой-то... Ну, главное, работоспособная модель. А потом, Дим, исходя из твоего рассказа, а потом возникает некие... Нюансы. Нюансы, да, связанные с ментальностью. Кстати, вот то, о чем ты рассказываешь, мне напомнили как раз, Федор, рассказ свой начал с советских времен, потому что оттуда там первый столб оттуда появился. И вот эта вот история тоже мне напоминает именно советскую точку зрения, советский взгляд на вещи. Сижу, сижу, никого не трогаю. Главное, меня не трогайте. Отсутствие инициативы, отсутствие каких-то там конкурентных, да, и вот этих вот... Да-да. Это ужасно, на самом деле. Это ужасно, с этим надо бороться. Вот, вот, давайте поговорим только. Я вам так скажу, что на самом деле, ну, все приблизительно так, но есть дополнительные нюансы. Ну, позитивные, судя по твоей улыбке, да? Штука в следующем как бы. Вот смотрите, если на это как-то совсем сухо посмотреть, действительно, история такая, что мы на конец года, на 31 декабря, вот у нас был... Нам дали в начале года 100 рублей. В конце года мы должны сделать так, чтобы было не меньше, чем 100. Если, скажем, мы сделали 110, то есть 100 рублей нам принесли взносов в пенсионах, денег пенсионеров, да, мы сделали из них 110, у нас стало 110 рублей. 10 рублей наш доход, да? То в следующем году мы должны из этих 110 сделать не меньше, чем 110. То есть мы... Наша сумма, которую мы гарантируем, грубо говоря, она все время растет. Это первый достаточно... Еще ухудшающий всю эту историю момент, да? Второй момент состоит в том, что, ну, управляющие компании и пенсионные фонды — это как бы тоже определенное количество издержек, да? Соответственно, ну, то есть есть люди, которые всем этим занимаются. То есть можно их, конечно, сократить до предела, но даже есть там, по крайней мере, регуляторные требования. То есть какие-то люди просто должны сидеть по закону. Сидеть в хорошем смысле слова. Вот, соответственно, при этом и управляющие компании, и пенсионные фонды могут заработать доход, выручку получить, не прибыль, а выручку, да, только в том случае, если у них положительная доходность. То есть это не пифы. Вот в пифах, знаете, там 2% есть менеджмент фи, когда вы от средней стоимости актива за период, вне зависимости от вашего результата, берете там, ну, там, устоявшиеся на рынке вознаграждения, там, от процента до 4, наверное. Вот. У нас нет такого. У нас есть установленные законодательства, ограничения на размер вознаграждения, как можно взять. И оно устанавливается для нас максимум 10% от дохода, от дохода инвестиционного. Я поправлю, для нас, для кого, для управляющих. Для управляющих компаний, да. Для негосударственных пенсионных фондов это максимум 15%. Каждый говорит о своей боли. Да, это просто важный момент, который как раз и влияет на то, как мы инвестируем, и как это просят делать наши клиенты, негосударственные пенсионные фонды. Более того, по рынку сложились ставки, вот, 5-7, вот, для управляющих компаний. Про НПФ, за НПФ я не скажу, как бы, но для управляющих компаний это 5-7. То есть на таком рынке у вас есть две стратегии поведения. Если вы большой, ну, вы, у вас много активов, там, скажем, вот, миллиарда долларов под управлением, да, этих денег, то вы можете сделать следующую штуку. Вы их действительно будете размещать максимально консервативно, чтобы, во-первых, не влететь на потерю капитала, потерю тела в конце года, а, во-вторых, потому что вы не хотите попасть на, соответственно, ситуацию, когда у вас-то косты фиксированы, вы же издержки несете, отчеты должны, по крайней мере, отправлять регулятору, бумажку-то печатать надо, да, соответственно, и, а выручка у вас от нуля до плюс бесконечности, как бы, изменяется, да, в зависимости от вашего результата. Вот, соответственно, именно поэтому эта стратегия поведения называется заинвестируй консервативно. Если у вас меньше денег, я миллиард долларов называю как грубую цифру, это, наверное, можно считать, оценивать в зависимости от операционной эффективности, то вам ничего не остается, как быть таким казаком, который, а, все или ничего, шашкой наголой, я заинвестирую много в акции, если мне повезет, вырастет, я возьму вознаграждение, не повезет, ну, закрывается моя контора или мне придется как-то договариваться. Ошмар. Ну, причем, к слову, можно добавить, что в мире 50% всех пенсионных средств инвестировано в акции. У нас там, ну, меньше 10 точно, раз у нас 90% депозит и, соответственно, такие бумаги, которые не приносят доход. И еще проблема в чем? У нас нет инструментов, которые бы работали на противофазе от движения фондового рынка. Недвижимость, венчурные фонды, прямые инвестиции. Если посмотрим на опыт наших зарубежных коллег... В данном случае, я правильно понимаю, если рынок фондовый падает, то мы тоже падаем. Ну, либо мы успеем выйти... Защититься мы не можем ничем. Но мы можем хеджировать фьючерсами. Мы можем хеджировать фьючерсами. По пенсионным накоплениям и то это, в принципе, не очень большую часть, это делать тяжело, вам надо смотреть свои касты. Учитывая, что у нас акции 5-5%, скажем, обычно бывает. Обычная локация большого фонда, как бы, да, большой УК, управляющий деньгами, это 95 где-то фиксированный доход в том или ином виде. Это могут быть депозиты и банды. И это, соответственно, на 165% этой акции. Кстати, важный момент. Мы, например, никогда не делаем даже ОФЗ. Знаете почему? Почему? Ну, ОФЗ, интересно, где начинается, когда оно там лет 5 до погашения. А у нас каждый год. А у нас... Эта штука тоже волатильна. Она, собственно говоря, тоже может отрицательную доходность нарисовать. То есть она может упасть по телу сильнее, чем купон платит. Федор говорит, все правильно, но он говорит пока для управляющей компании. А для людей, кто будет пенсию это получать, да, это свидетельствует о чем? Что управляющие не могут уже идти на риск в силу законодательства, а люди не могут получать доход. Потому что доход это что? Это общий доход минус инфляция. Вот это вот дельта оставшийся, вот это вот реальный доход, который получат будущие пенсионеры. Они не получат. Они его не получат. И проблема в том, что, первое, у Федора нет достаточного количества инструментов, куда он может инвестировать, хотя бы диверсифицировать, да, свои инвестиции. Второе, у него нет инструментов, где он может инвестировать на противофазе. Мир что показывает? Базовые активы идут вниз, это акции, облигации, да. Соответственно, начинаются инвестиции, там, Австралия, допустим. У них было 4% в недвижимость, прямые инвестиции, венчурные инвестиции и прочее. Сейчас 12%. Америка все то же самое. То есть, как только фондовый рынок стагнации идет вниз, соответственно, инвестируешь во все, что идет на противофазе, либо держится. Недвижимость, стройка, прямые инвестиции, озоны и всякие прочее. Давайте скажем честно, то, что можно не переоценивать, вы инвестируете в то, что можно не переоценивать. Потому что оно все тоже идет вниз, естественно, оно не может не пойти вниз. Ну, его не надо, конечно, распиши. Друзья, я прошу прощения, все очень интересно, мне нравится, тем не менее, у нас есть вопрос. Давайте послушаем слушателя. Итак, Роман, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. У меня есть такой вопрос к вашим гостям. Смотрите, мне 31 год, у меня белая зарплата. Я бы хотел знать, вот такой вопрос, куда посоветовали ваши гости сейчас, в конкретное время, распорядиться своим пенсионным фондом, куда подложить деньги. И вопрос еще второй. Средняя продолжительность жизни в России там до 60 лет, а пенсия наступает после 60 лет. Вот я плачу пенсию, как бы, по идее, по статистике, я не успею даже воспользоваться. То есть, если какие-то возможности, чтобы, да, мне заказать пенсию 60, я максимально мог бы забирать свои деньги, чтобы успеть их потратить, как бы, еще живым человеком. А мне там не пользоваться им 3 года, да, потом, я всю жизнь работал на пенсию, а попользоваться им 3 года. А по статистике, по идее, я даже им не успею воспользоваться. Понятен ваш вопрос. Спасибо, Роман. Роман, ну, слава богу, продолжительность жизни сейчас в России реально растет. И если говорить про женщин, мы всего на 4 года отстаем от Соединенных Штатов Америки. По мужчинам похоже, но, к сожалению, это алкоголизм и прочие заболевания, на первую очередь. Ну, по женщинам позитивно, мне понравилось. По женщинам более позитивно. На пенсию раньше выходят, но живут, правда, дольше. Подожди, а у нас когда профессиональный возраст начинает? 55 женщин, 60 мужчин. Опять же, если у вас нет льгот, если вы не учитель на северных территориях и прочее, что тоже очень большой вопрос. Получается, что мы все вместе платим за так называемых льготников. И второе, может ли Роман получить свои деньги сразу? Вот как раз, почему мы отставим систему пенсионных накоплений, это те средства, которые принадлежат Роману. Квази, да, сейчас. Они вроде бы считаются государственными, но это уже средства Романа. И по идее, одна из пенсионных программ, которая должна быть представлена государством со временем, никуда государство от этого не денется, это если Роман напишет свое заявление и захочет получить свое средство сразу, единовременно, в момент выхода на пенсию. Там есть, соответственно, исследование, которое показывает, что после выхода на пенсию гражданину и нужно в основном свое средство, потому что вы привыкли к какому-то уровню жизни. И именно когда вы потеряли свою работу, не потеряли, вы ушли на пенсию, вам хочется этот уровень как-то сохранить, поддерживать, а уже через 20 лет на пенсии, вам уже, в принципе, у вас будет другая жизнь и, в принципе, средств будет требоваться меньше, вам больше будет требоваться медицинский уход и прочее. Ну, то есть, я, насколько помню, у Романа еще был конкретный вопрос, куда бы вы посоветовали ему? Ну, просто будет реклама, похоже на рекламу. Ну, то есть, эти 6% эти же, они же принудительно отчисляются, да? Если я сейчас скажу, вот, пойдите в тот дом, поднесите туда-то, то... Потому что их нельзя выдернуть. Свою компанию, да, если говорить в целом, то есть интернет-сайты, есть радиотелевизоры. Хорошо, на что ориентироваться тогда ему? На доходность. На доходность. Все равно доходность, но я бы посмотрел на размер. Так, подождите, вот как раз тут очень важно дополнить, что риск тоже имеет значение, потому что вот даже с тем, с инвестированием за пределы классического фондового рынка, да, эта штука же, по-хорошему, как бы вы, когда, вот когда мы говорим про другую, как бы, реальность, да, там, пенсионную систему какую-нибудь Австралию, да, где, или Соединенных Штатов, где очень большая часть активов действительно инвестируется, там, далеко не в депозиты и далеко не в облигации. Не очень большая, там, 10-12%. Ну, там, 40-50% по-разному в акции, может 10-20% оказаться, зависит очень сильно от фонда, от системы, да, может оказаться, там, в недвижимости, в прямых инвестициях, ну, в венчурах реже, как бы, честно скажем. Ну, тоже 4% в среднем по миру в венчурную. Ну, по-разному, то есть это просто, это на самом деле цифры еще не очень, к сожалению, надежные. Нет, это в среднем по миру, понятно, что где-то 0, где-то 50. Вот, соответственно, штука в следующем, что мы как бы во что верим? Мы в этих обстоятельствах, мы верим в то, что вот вы сегодня взяли много риска неликвидного актива, потому что на самом деле дело в прямой инвестиции, вы берете много риска, вы берете риск экономический, риск ликвидности, риска много берете. Вы надеетесь на то, что на длинном сроке, как бы, в среднем за этот риск должна быть какая-то компенсация, то есть та самая риск премия, которая в книжках всегда написана, да, и что вы ее на 30-летнем интервале с высокой вероятностью получите, потому что если вам этот интервал укоротить, то какое-то случайное событие наступление рисковое может вам, вы еще премию не успели эту заработать, а плохое уже случилось, поэтому на коротких интервалах в эту штуку не играют, да, но про риск ни в коем случае нельзя забывать, да, потому что, ну, можно передать действительно в управляющую компанию, которая в прошлом году сделала, там, скажем, 20% доходности, но вы должны четко понимать, что это не... в этой системе, в которой мы живем, это не получается из-за какого-то дикого мастерства, да, это получается вот из-за этого такого а-ля казачьего поведения, когда вы идете шашкой на голову, потому что, дай бог, вынесет. Риск доходность обязательно, да, и мы оцениваем его параметры. Есть еще один вопрос, давайте послушаем. Виталий, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, расскажите, пожалуйста, трастовые фонды, они вообще относятся к этому всему проекту? Трастовые фонды? Трастовые фонды имеются ПИФами в виду, и ПВ-инвестиционные фонды, или что? Ну, тут трастовые, ну... В российском законодательстве нет такой истории. Имеется в виду, что у нас нет трастовых фондов, есть некий аналог, это ПВ-инвестиционные фонды, куда тоже нельзя инвестировать в средства пенсионных накоплений. Другое дело, что в мире существуют ПИФы, так называемые пенсионные ПВ-инвестиционные фонды, там в Швейцарии, в той же есть, там в Америке какие-то аналоги, они получают какие-то льготы по налогам, это, по сути, стратегия жизни, там у него инвестирование 30 лет, 40 лет, зависит от того, сколько вам лет, и когда у вас наступают пенсионные права. И вы просто можете выбрать этот ПВ-инвестиционный фонд или трастовый фонд, как вы его называете, Mutual Fund, да? Нет, ну, трастовый, я не знаю, это другой, реальный, трастовый, там на Кипре, там еще что-то, то есть такие инвестиции нельзя использовать, да? Нет, сейчас в России использовать нельзя, но и мало того, могу сказать, что в мире, в принципе, офшорные схемы в пенсионных деньгах используются не очень часто. Не очень часто, но используются. Используются, но совсем редко. Фонды прямых инвестиций почти всегда структурируются через офшор. А потом офшор, офшор, это же Люксембург, скорее всего, будет Мальта, то есть это... Кипр, вот он. Нет, почти что нет, Кипр для фондов почти не используется. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну что же, великолепно. Ну, а вот, я так понимаю, сначала разнощение, да, в названии трастовый, трастовый фонд, это что в буквальном смысле? Это имеется в виду, трастовый, это больше английское законодательство, боевые инвестиционные фонды, это континентальное законодательство, европейское. А по сути, это одно и то же. По сути, одно и то же. Ну, как обычно, мы списывали оттуда и оттуда, и у нас получилось, ходит как утка, крякает как утка, но вроде как это и не утка. А кто? Индюк. Лебедь. Лебедь. Прекрасный. А, хороший. Хорошо получилось. Хорошо получилось, конечно, нет. Очень нравятся мне яркие метафоры. Ну что ж, и тем не менее, да, время, к сожалению, неумолимо. Мы сейчас вновь слушаем, с интересом слушаем новости, а потом продолжим. Итак, на финале ФМ-программы «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем, а точнее, уже заканчиваем наш сегодняшний разговор. Тема «Российская пенсионная система». Ну и в этой части мы поговорим о ее будущем. Оно, еще раз повторю, оно оптимистично. Должно быть. Должно быть всегда, да. Да, Федя, совершенно верно. Значит, у нас есть еще один вопрос. Константин, наш слушатель, Константин Налин, давайте послушаем его. Костя, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Вот подскажите, пожалуйста, правильны ли мои рассуждения? Возьмем историю. 90-й год. Пенсия была в Советском Союзе примерно 100 рублей, и человек реально жил на эти 100 рублей. Дальше берем. 98-й, ну, кризисные такие вещи. 98-й год. Пенсия в среднем была там 1000 рублей после обрезания трех нулей, да. И человек реально жил на эту 1000. 2008-й год берем. Пенсия там примерно 10 тысяч рублей, и человек реально жил на эти 10 тысяч. Накладываем эту историю на будущее. 2020-й год. Человеку нужно будет в 10 раз больше. То есть, если сейчас 150 тысяч в год, через 10 лет нужно будет полтора миллиона в год. Через 20 лет, соответственно, умножаем на 10 и получаем 15 миллионов в год на человека. То есть, вопрос такой, какое же тело пенсионного накопления на одного человека должно быть, чтобы он получал эти 15 миллионов в год? То есть, если сейчас реально человек 40-летний имеет там сумму какую-то, ну, например, на 10 лет вперед обеспечение своей пенсии, то есть, какая доходность его вложений в инвестиции должна быть, чтобы получить эти 15 миллионов прожиточного минимума в год. Это же... Насколько это вообще все реально? Хорошо, кстати, спасибо, спасибо. Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, правильно рассуждают Костя? Почти. Единственное, что тысяча рублей в 98-м году, это не тысяча рублей в 2008-м году. И надо понимать, что это цифры там 15 миллионов, а как сказал Константин, обрежут нули, и будет это опять 15 тысяч рублей. Соответственно, покупательная способность, она изменяется вместе с инфляцией. Поэтому мы и говорим, что доход – это общий доход минус инфляция. Вот это, на самом деле, чистый доход, это во всем мире принятое понятие. Что делать в будущем, чтобы действительно этого избежать, с учетом того, что демография в 2020-м году и далее будет все хуже и хуже, там 90-е годы и все такое. Здесь надо развивать, в первую очередь, пенсионную систему. Первую распределительную часть, она свои ресурсы исчерпала. Константин прав, что увеличиваться больше она уже не может, она только будет уже уменьшаться. И, кстати, пенсионная стратегия предложенных государств, она об этом и говорит. Ребят, давайте попытаемся сохранить то, что сейчас есть. Уже на большее. Хотя бы. Хотя бы. И то это надо поджать пояса уже. Второе – это сохранить пенсионное накопление и развивать эту систему, сделать ее цивилизованной, расширить инструменты инвестирования и ввести инструменты, которыми можно инвестировать на противофазу от фондового рынка, в том числе. Третье – это, безусловно, негосударственная часть. Государство здесь способствовать, наверное, не может. Это, безусловно, состояние экономики в целом, когда крупные предприятия будут, в том числе, бороться уже за своих сотрудников. И как один из планов – это не только платить ему дополнительную зарплату и премию, а обещать ему и повышенную пенсию как раз от себя, так называемые пенсионные резервы. И четвертая составляющая – это пенсионные счета, пенсионные повоево-инвестиционные фонды и прочее. Это государство, как правило, дает льготы на какие-то продукты, куда человек уже может инвестировать сам, неважно, работает он на предприятии, не работает, у него есть какие-то свободные средства. Он при помощи уменьшения налогооблагаемой базы инвестирует в эти инструменты, на него докладывается какое-то ограничение, допустим, до наступления пенсионных прав. Вот это тоже те инструменты, те продукты, которые должны будут появиться в будущем у нас. Вот это вот четыре составляющие, которые и будут делать то, как получилось в Японии, что японский пенсионер, даже доживая уже до 100-летнего возраста, уже не может потратить те средства, которые он получил, в том числе и имея тот доход от инвестирования его средств. Вот эти четыре составляющие. Причем составляющие пенсионных накоплений и негосударственная часть, там уже намного больше, чем распределительная часть. Распределительная часть – это остаток системы советской, и она нужна только будет для того, и ее можно будет поддерживать только для того, чтобы люди просто ощущали себя в нормальном человеческом обличье. Если вы хотите уже ездить, отдыхать, вести нормальный образ жизни, все равно придется откладывать самим на будущее при помощи инструментов. Мне понравилась проблема японского пенсионера, да? Как потратить деньги? У них сейчас другие проблемы. Люди доживают до 100 лет, то есть 30-40 лет они живут и не знают, чем заниматься. Ты уже не работаешь, а досуга для пожилых людей в мире нет. Поэтому это новый отрасль бизнеса, который будет развиваться, к слову, в будущем. Ну и, кстати, по этому поводу, очень часто... Если деньги будут у пенсионеров. Ну это понятно, да. Очень часто мы видим, да, что приезжают, ну в частности, в Москву, ходят вот японцы, да, бездельничают, жилые японцы. У них был казус интересный, что программа по изучению русского языка на телевизоре зашкаливал рейтинг. Правительство испугалось, почему японцы так русским заинтересовались. Оказывается, это пенсионеры, они поняли, что язык экзотически сложный, очень хорошо для памяти, для ума. Они начали его учить по телевизору. Великолепно. Еще один вопрос. Слушатель Денис сейчас на проводе. Денис, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. А кто-нибудь из вас вообще обращался в пенсионный фонд Российской Федерации за получением выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица? Слышу я... Которым бы была указана именно доходы от инвестирования страховых взносов на накопительную часть пенсии. Вот я сколько обращался в пенсионный фонд, он выдает выписку без вот этой вот специальной части. И вот мне кажется, такое, ну, мое ощущение, что специалисты пенсионного фонда и Минтруд предложили вот эту новую пенсионную реформу, чтобы отказаться от накопительной части, потому что они не могут разобраться с этими доходами. Ага. Интересно. Спасибо. Спасибо, Денис. Ну, на самом деле, фондовый рынок, это сложно. Не, подожди. Кто-то обращался? Я не обращался. Я тоже не обращался. Можно, в принципе, получить. Во-первых, по-моему, есть программа «Электронная Россия». Можно получить свою вот эту электронную цифровую подпись и даже делать это через компьютер, через интернет. Отдельно по инвестдоходу, по идее, это письма счастья. Письма счастья, дальше вы там просто видите ваши взносы, вы читаете, соответственно, взносы за год, и как бы оставшаяся часть, это вроде бы как доход. Там в 2008 году стоял ноль, конечно, это был не ноль, да, это был минус, просто при помощи переоценки и разных нехитрых действий просто написали ноль. О чем мы и говорим, что на самом деле фондовый рынок, это сложно, в нем надо разбираться, поэтому проще всего сделать что? Запретить, закрыть это дело там, а в будущем оно как-нибудь пронесет. Сейчас о государстве, о государстве сейчас говорят, да, фондовый рынок, надо разбираться, а разбираться я не хочу, чиновнику, да? Погружаться, разбираться, конечно, брать ответственность, бенчмарки какие-то прописывать, показатели на год, на будущее доставлять. Слово-то какое еще придумали, да? Слово ругательное, там, а уж я не говорю там про все остальные составляющие. Зачем это все? Ну что ж, надо быть проще. Да, да, проще, как известно, народ потянется. Друзья мои, смотрите, время заканчивается, к сожалению, и действительно сегодня получилась такая насыщенная информационная программа, и вопросов много, и давайте подводить итоги. Примерно понятно все, что сейчас происходит, все, что было примерно понятно, совсем непонятно, что должно, ну, что будет, Федя. Ты как оптимист в этом случае, давай начни. Ну, штука непростая во всем мире, она непростая, да? Как раз из-за того, что демография во всех разных странах, где есть как раз пенсионные системы, в той или иной степени напоминающие нашу конструкцию, не очень хорошая. Ну, то есть... И, другими словами, количество молодежи, да, меньше, чем... Более того, заметьте, что мы, как бы, еще в этой проблеме, мы еще в нее не погрузились. Не погрузились. Мы пару лет назад прошли максимум трудоспособного населения, вот, в России. Поэтому эта ситуация нас еще ждет только, как бы. У нас, на самом деле, сейчас мы пока живем в другой проблеме. У нас слишком мало белых работников, ну, белых в смысле формально трудящихся, да, и очень много людей, которые имеют возможность выйти на пенсию досрочно. Так что мы себе в значительной степени ту проблему, с которой к нам придет еще и демографически, создали себе сами особенностями регулирования, законодательства и так далее и тому подобное. Поэтому работы, я, поскольку коротко, работы предстоит в правительстве много, и будем надеяться, что они будут концентрироваться на том, что действительно важно, а не на том, что просто сложно, не хочется... А, кстати, вот по поводу льготников. Вообще за границей принято какие-то льготы для пенсионеров? Понимаете, это история как бы про что? Это же... Север, за границей нет. Там юг. Это пенсионное страхование. Вот за эти истории, что вы живете где-то в каких-то особых условиях, другое страхование отвечает. Это не про пенсию история. И самое главное, понимаете, что такое коэффициент замещения по стране? Да, вот тоже все говорят там. Одно дело это Иваново, где безработица там под 70%, поэтому человек, когда выходит на пенсию, у него доход увеличится на 100%. Другое дело это Москва, где нет безработицы, где люди получают нормальную зарплату и, соответственно, выходят на пенсию, для них этих средств, соответственно, не хватает. Если говорим про будущее, мне очень понравился звонок Константина, действительно, надо... И все страны идут по этому пути, они увеличивают взносы на индивидуальные счета граждан, да. Если раньше это было там в среднем 6-8%, сейчас уже в среднем по миру там в развитых странах это показатель 12%. Потому что, понятно, чем больше вы отчисляете, тем больше, соответственно, можно будет на эту сумму получить доход. Тем меньше вы едите сегодня. И, соответственно, дальше уже... Нет, дальше уже получается эффект масса, да. Чем больше денег, чем они дешевле стоят и в управлении и прочее. Поэтому мир идет по этому пути, другого пути никакого нет. И сделать те составляющие пенсионные, которых у нас сейчас нет. Это и пенсионные счета, и пенсионные пифы, сохранить пенсионные накопления, и сделать так, чтобы работодатель был заинтересован в своем работнике и конкурировал не только по заработной ставке, но и конкурировал в том числе при помощи пенсионных планов, как и на Западе. Иногда работники работают в какой-то компании не только потому, что там заработная плата на 100 евро меньше, чем у его какого-то конкурента, а потому что он знает, что он в будущем, через 15 лет, будет получать пенсию. У меня есть коллеги в Германии, у них родители получают 200 евро маму пенсию, 1000 евро это максимально, что можно получать в Германии, государственную пенсию папа, и еще 3000 евро папа получает от своего бывшего работодателя пенсию. Причем пенсионный план такой, что даже в случае смерти папы, мама будет получать всю оставшуюся жизнь, 50% пенсии папы. И, соответственно, папа, он всю жизнь старался работать у одного работодателя. Берегите плательщиков взносов, настоящих, и рожать детей. И не будет никаких проблем с пенсионной системой никогда. Либо как в Китае, да. Дети, а все остальное как повезет. А если не повезет, то в лес и в горы. Уходим гулять, да, там. Это печально уже звучит. Мне понравился этот вариант. Во-первых, с точки зрения вообще смысла жизни, если хотите, конечно, берегите друг друга, берегите, да. Да, человек человеку друг, конечно, и не важно, как он относится к пенсионной системе. Берегите, любите друг друга. Оказывается, в этом есть еще и прагматическая, да, такая составляющая. Потому что, в конечном итоге, они вас кормят, в буквальном смысле. Или будут кормить в будущем. Я небольшой анонс делаю, отвлекусь. Писатель Захар Прилепин станет сегодня гостем. Программа «Реальное время» с Юрием Пранько. Не пропустите, послушайте, пожалуйста. А наша программа завершается, время уже исходит. Я напомню, Федор Наумов сегодня был в гостях, начальник экономического отдела управления компанией «Капитал». И Дмитрий Александров, президент Национальной лиги управляющих. Уважаемые гости, огромное вам спасибо. Еще раз повторю, программа была насыщена, наполнена, имела огромное количество информации. И главный смысл вот этот сакраментальный. Уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание. За внимание. И любите друг друга. Любите друг друга. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует.